Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешным! Создав имя Господи, помилуй меня! Бесчислави, если грешишь, Господи, прости меня грешного и помилуй! Господи Боже наш, слава Тебе! Единому вечному Богу благодарение в это раннее утро! Слава Тебе, Господи! Жизнь продлил и разум сохранил! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, счастье и поклонение, Господь и Бог наш, избавляющий от всякого рода зла и греха! Аллилуйя! Прости и помилуй, Владыка! Милость Господни терпит людей! И Господь предупреждает, что смех ваш обратится в плач и рыдание, ибо грядет суд Божий, и суд нечеловеческий! Блаженные плащущие, ибо они утешатся! Весь мир утопает во грехе! Какой же смех может быть? Тем более собрались сюда люди не для доброго дела, а ищут блуда, скверны, злословия! И нас помилуй, милости Твоя ради Господи! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Псалом 16 Услышь, Господи, правду! Внимли воплю моему, прими мольбу из уст не лживых! От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту! Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел! От мыслей моих не отступают уста мои! В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя! Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои! К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже! Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои! Я видимую милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей! Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня! От лица нечестивых, нападающих на меня, от порогов души моей, окружающих меня! Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими! На всяком шагу наши ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы не изложить меня на землю! Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных! Восстань, Господи, предупреди их, не изложи их! Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим! От людей рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни! Которые с чрева Ты наполняешься сокровищами Твоих! Сыновья их сыты, оставят остаток детям Своим! А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Кроме Тебя, Господи, нет иного столь любящего Создания Своего! Господи, пошли, добрые благовестники, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и возвести путь спасения! О великой радости, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя! И словослоем дивные дела Твои, Господи! Хвала Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создавший меня Господь, помилуй меня! Бесчисла я согрешил, Господи! Прости меня грешного и помилуй! И в этот день прощения положи на сердце всем! От всего сердца прости друг друга! Как трудно без Тебя жить! Сатана не дает даже и воздуха чистого! Люди плывут в дыму, как в аду! Помилуй нас, Господи! Помилуй нас, обкраденное поколение! Рабы греха, пророки тьмы! И человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет! И имена их проклинать своих детей научит мать! Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Великие дивные дела Твои, Господи! Враг издевается над благою вестью! Люди распяли Тебя! Но Ты, владыка мира, будешь судить этот мир! И Ты дал нам это понять! Благодарим Тебя! Аллилуйя! Евангелие от Матфея, 17 глава! По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце. А одежды же Его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисея и Илья с ним беседующие. Присемь Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи. Тебе одну и Моисею одну и одну Ильи. И когда Он еще так говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголищи. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведи же очи свои, возведя. Они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о семь видений, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел. И не узнали Его, а поступили с Ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к Ему человек и, преклоняя колени перед ним, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в Новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, а они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, о, родные верные и развращенные, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете, горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли они к Капернаумту, подошли к Петру, собирателе Дидрахм, и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахма? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, Иисус предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов при своих или с посторонних? Петр сказал ему, с посторонних. Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и от рыбы у нее рот найдешь статир. Возьми его, и отдай им за меня и за себя. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Как враг страшится крестного знамения, мы это видим. Прости нас, Господи, и благослови. Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой, и Марии, и Девы, и вочеловечеся, распятого жзаны при понтийском пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего в десну и отца, и паки, грядущего со славой, судите живых и мертвых, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго, Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвым, и жизни будущего века. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, великие и дивные дела Твои, Господи, Боже наш. Псалом 17. Начальник ухора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей призвал Господа и к Богу моему воззвал. И он услышал от чертога своего голос мой и в вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули, подвиглись с основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя, мрак ввод облаков воздушных. От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои, рассеял их, множество молний и рассыпал их. Явились источники вод, и открылись с основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего, сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его передо мною, и Он от уставов его я не отступал. Я был непорощен перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его. Ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник, мой Господи, Бог просвещает тьму мою. С Тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушает медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать. Падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силой для войны, и не зложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающих. Ко Господу, но он не внемлит им. Я рассеваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой на племенников, народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. И на племеннике ласкательствуют предо мною, и на племеннике бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение вовеки веков. Аминь! И милости Твоей, Господи, полна земля. Прибудет с нами, Владыка! Аллилуйя! Евангелие от Матфея, 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых стих, верующих в меня, там лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жорно в нашеи и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо было прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами, быть ввержен в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержен в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившиеся? Если стущится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца Вашего Небесного, что погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обречи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей. Подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если и церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно говорю также вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающим против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седьми жди семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начало насчитаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он и имел с чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. Государю, милосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был дать ему сто динаров, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит ему, злой раб, весь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал, его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. Аллилуйя! Хвала тебе, счастье и поклонение, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. На тебя, Господи, надеемся и к тебе прибегаем. Аллилуйя! Душа моя грешная, Николай, я бы не стала принять, и бы нет в ней мерз. Вы хотели что-то, хотите что-то, хотели что-то сказать, знаете что? Слава тебе, Господи, слава тебе. Великий Дивен Господь, открой истину этим людям, да познают тебя, единого истинного Бога, что ты умер за грехи людей и воскрес за нашего оправдания. Как мало людей, которые тебя сегодня признают, Господи. Помилуй и спаси нас. На помощь твою надеемся. Будь милостив к нам, Владыка. Будь милостив к нам, Владыка.